Компания Радыстрой. Продолжаем цикл видео о гидроаккумуляторе, о том, как его обслуживать, о том, какую функцию он выполняет, как устроен. Сейчас наглядно и на полном примере сделаем обслуживание гидроаккумулятора, который у меня дома находится, для того, чтобы вам показать, как это от начала до конца делается. Первое, что мы сделали, мы работаем, вот Дима там в подвал спустился, сейчас я покажу, он там приготовил уже инструменты. Первый инструмент и медвеник там, самый главный. Хорошо, когда друзья в гости приезжают, сразу становится... У нас медвеником даем и поехали. В общем, у нас там бак на 80 литров, горизонтальный. Дима уже разложил инструменты, которые мы будем использовать для обслуживания бака. Для начала, чтобы бак обслужить, надо слить воду. Для этого... Давай. Или что? Лучше спускайся, потому что сверху будет далеко и непонятно. Я хотел просто показать, как я воду сливал. А, окей. Да, ну, просто для людей, чтобы цикл полный показать. Чтобы обслужить бак, нужно выставить там давление определенное. Чтобы выставить давление, бак надо слить, правильно я говорю? Да, правильно. Если мы прям будем снимать инструкцию, мы можем потом по пунктам повторить, чтобы было уже окончательно понятно, что надо делать. Ну да, наша первая задача – это опустошить бак. А иначе мы не сможем выставить давление там, да? Иначе все будет делаться неправильно, да. Если мы будем пытаться накачивать бак, когда в нем есть вода, мы не узнаем правильное показание давления. Ну и, в принципе, это не есть верно. А чтобы опустошить бак, надо сделать так, чтобы вода перестала в него поступать. Да. То есть надо отключить насос. Насос, да. Первым делом – снять питание с насоса. Сделать так, чтобы он не включался. Ну и еще я хотел бы сказать, вот из личного опыта, если бак вот этот запустить, не обращать на него внимания, через какое-то время, почему-то так происходит, давление там падает, он становится полной воды, и насос начинает работать напрямую. То есть кран открываешь, насос включается, кран закрываешь, насос выключается. Это в худшем случае может привести к тому, что насос сгорит, вот, или бак выйдет из строя. Но так или иначе, это надо отслеживать, или может сгореть еще реле. Вот это вот. От постоянного включения-выключения у меня такое тоже было, что тоже, в принципе, неприятно. Так, ну показываем, что мы делаем по пунктам инструкции. В общем, у каждого есть щиток какой-то, где-то в проционном помещении, и там есть автомат насоса. Да, вот у меня по цифре 12 находится скважный насос, или в насос включен в розетку. Я выключаю, во-первых, насос, чтобы он не подавал воду, открываю кран, сомываю унитаз и так далее. Пока бак опорожняется, сливаем бак с открытым краном. Все, он пустой. Да, и бак опустил, он стал легким. Я спускаюсь вниз и продолжим смотреть, что там у нас уже непосредственно внизу происходит. Так, на, рассказывай. Так, ну давай будем рассказывать, исходя из тех реалий, которые обычно все-таки заставляют людей задуматься о том, что бак пора обслужить. То есть, у вас защелкало реле. Часто, да. Да. Вот реле. В том или ином виде вот эта спарка, она всегда присутствует. Значит, реле управляющим насосом. Оно может быть синенькое, может быть черненькое. Вот. И манометр, который показывает давление. Что у нас происходит? У нас реле щелкает с периодичностью раз в две секунды, наверное, да? Щелк, щелк, щелк. И вот эта стрелка постоянно прыгает. От нуля до там трех-четырех атмосфер. Обратно, туда-обратно. И это все повторяется. Вот у меня остатки старого сгоревшего реле, которое щелкало-щелкало, и в итоге оно и сгорело. О, да. Значит, если вы наблюдаете такую ситуацию, первым делом вы должны побежать и обесточить насос. Угу. Вот. А дальше нужно подойти к расширительному баку. И тут у нас есть два инструмента простейших, которые позволяют оценить его состояние. Первый инструмент. Спичка. Мы его приподнимаем или пошатываем. Угу. Вот этот бак 80 литров. Если вы его поднять не можете, то, скорее всего, в нем 80 литров воды. Угу. То есть он настолько полный, что уже не выполняет свои функции, и надо его реанимировать. Да, кстати, расскажи про бак на ансамбл. Сейчас расскажу. Угу. И второе, что мы должны сделать, значит, не знаю, правда, сможет ли Алексей это показать, но может и сможет просунуться за камеру, да? Да, да, да. У бака есть ниппель. Угу. Вот он здесь под крышечкой находится, я ее откручиваю, и там оказывается обыкновенный автомобильный ниппель. И нужно что сделать? Надо в него ткнуть чем-нибудь. Отверточкой, иголочкой, спичкой, что-то под руку попалось. Если он травит воздух, вот так вот, или не делает ничего вообще, то вам повезло. Он жив. Он жив. Если оттуда брызнула вода, то, увы, бак вам придется заменить или мембрану, хотя бы в нем грушу поменять. То есть это уже определенное движение, связанное с поездками в магазин, с болтами и прочее. Чуть-чуть о том, как устроен бак. Ну, тут подручными средствами обошлись. Я прям вот Лешин бак изобразил, как смог, да? Горизонтальный. Что он из себя представляет? Он представляет из себя металлическую емкость, внутри которой находится резиновая груша. И вода, которая попадает сюда из скважины или колодца, она всегда находится внутри резиновой груши. Она не контактирует с металлическим баком. Поэтому если она течет через сосок? Скорее всего, здесь образовалась дырка. Почему? Вообще, что происходит, когда мы включаем насос и внутри бака, что происходит? В принципе, можно даже видео найти при желании, где вот эта груша будет сдуваться-раздуваться, и вам станет более-менее понятно. Изначально она похожа на мятый огурец, эта груша, потому что вот сюда мы закачиваем воздух под давлением. Он эту грушу сдавливает, а дальше мы начинаем воду накачивать в нее, и груша раздувается. Насос подает воду, груша становится больше, и в какой-то момент насос выключается, и у нас внутри бака есть вот такой бурдюк, в котором хранится некоторое количество воды. Ну, там 50-40%. Да, обычно не больше 50% от объема бака. Ну да, то есть, если не путайте этот момент, если у вас заявлено, что вау, 80, да? Да, вот 80-ка бак. Воды там будет литров 30-40-50, в зависимости от настроя крыле и накачанного воздуха. Полный объем вода занимает только в том случае, если мы не уследили за давлением воздуха. И вот если у нас как раз отсюда воздух повыходил куда-то, он бывает через ниппель травит, бывает травит через какие-то другие щели. Наш бак был дырявый одновременно. Опыт показывает, что воздух так или иначе умудряется иногда выходить. И в этом случае, вернись, пожалуйста, к рисунку, вот эта груша, она занимает, начинает, ну, полный объем бака. То есть, ее раздувает так, что просто вот она принимает форму сосуда, в котором она находится. Естественно, это очень большое для груши напряжение, растяжение, и она может как раз в этот момент порваться. А почему щелкает реле? Потому что, включаясь, насос создает давление в магистрале. И давление приличное, ну, собственно, исходя из своих технических характеристик. Этого давления сразу хватает для того, чтобы реле выключилось. Поскольку в воде деться уже некуда, вода у нас не сжимается, бак заполнен полностью. Можно считать, что его просто нет. Если вот мы не уследили, груша раздулась до неимоверных размеров, то бак можно считать, что у нас отсутствует. Поэтому насос сразу воздействует на реле, оно отключается, а дальше происходит скачок давления, и реле включается снова. И у нас вот это вот... Замкнутый цикл, да? Да, начинает происходить постоянно. И она может даже и не остановиться. Вот так и будет щелкать, даже если вы закрыли кран, то вот эти качели еще какое-то время... Ну, вот мы можем сказать, что еще у разных насосов есть рекомендованное количество включений-выключений в час, да? Это уже мы переходим к теме, для чего еще нужен бак, да? Во-первых, он нужен для того, чтобы сгладить момент включения. Насосы дают давление довольно резко, особенно насосы китайские с резким пуском, со синхронными движками. Они вот сразу включаются и дуют. И вот эта груша резиновая, она амортизирует, и гидроудары не происходят. Это, собственно, первое назначение гидробака, да, сглаживать, компенсировать гидроудары. Второе его назначение, это как раз сделать так, чтобы насос включался пореже. Углубляться в расчеты я сейчас не хочу, чтобы никого не обманывать. Есть, в общем-то, такие стандартные некоторые устоявшиеся значения, что для дома там квадратов на 100-150, бака 80 литров достаточно. Что примерно равно там 20 включениям насоса. Да, это точно. Он обеспечивает насосу более-менее спокойную жизнь. Вот. Можно баки ставить меньшего размера, если водопотребление меньше. Можно большего. Но если баки ставятся большего размера, надо понимать, что если у них будет застой воды, то может все завонять. Вот. Ну что, переходим к обслуживанию. Ну, надеюсь, это было более-менее понятно. Да, то есть, что я хотел донести. Давай еще раз последний посмотрим на бак. Я хотел донести то, что вот то, что находится внутри груши, вода, да, вода, находящаяся внутри груши, и вот этот вот стрелочный прибор, манометр, который находится на трубе, никоим образом не контактирует и не взаимодействует с воздухом, который находится с другой стороны груши. То есть, это разные давления. Если я присоединю вот манометр, вот этот вот манометр присоединю там сзади, в тот момент, когда у меня система работает, и в ней есть вода, вот сюда вот засуну манометр, то он покажет довольно высокое давление, и ничего нельзя будет сказать из этих показаний о том, как себя чувствует бак. Поэтому самое главное, что надо уяснить, это то, что обслуживание бака должно производиться исключительно тогда, когда насос не работает, и давление в системе у нас сброшено. Но, если бак чувствует себя плохо, то вот эта вот куча воды в нем, она сама по себе никуда не денется. Но, тем не менее, она будет не под давлением, и все избытки, избытки воды у нас будут сброшены. Вот. Ну, а теперь, значит, мы приступаем к обслуживанию нашего бака. Посмотрим, может, давление, да? Ну, вот давай посмотрим, посвети. Значит, Леша не так давно производил, в общем-то, это обслуживание, и... Сейчас. Ну, вот пол очка. Видно, не видно, не знаю. Около единицы. Это мало для такого бака. И... Сейчас мы как раз попробуем рассказать, как это давление, скажем так, выставить правильно, даже если вы ничего не понимаете. Сколько же должно быть давления, да? Сколько должно быть? Теперь дальше я предлагаю действовать следующим образом. Значит, я присоединяю компрессор. Об этом мы-то... Как его запитать от сети 220 вольт с домашним и... Сняли видео, да? Да, вот в предыдущем видео. Если кто-то не смотрел, не хочет смотреть, тратить время, я буквально кратенько могу сказать, что мы приобрели блок питания для диодных лент, который выдает на выходе 12 вольт, подключили к нему провод питания, с другой стороны подключили через крокодильчики компрессор. Все. И он у нас работает. Вот. Тут есть свой стрелочный прибор, который тоже показывает почти ничего. Поэтому начинаем качать. Бак довольно большой, поэтому даже таким компрессором мы будем качать его некоторое время. Предлагаю пока на паузу нажать. Ну вот, пару минут точно он качал. Ну, это достаточно бодренький компрессор. Значит, до какого давления надо качать? Ребят, если вы ничего не знаете про реле слоё, про его настройки, вот вообще ничего, вы не можете дозвониться монтажнику, который делал, например... Можно же по манометру посмотреть. Ну, что по манометру? Ну, когда включение, выключение. Ну, подожди. Ага. Допустим, ты про это ничего не знаешь. Это ты умный. Вот. Я предлагаю по умолчанию докачивать до одной атмосферы. То есть вот первая накачка это одна атмосфера. Причём, что очень важно, запомните, пожалуйста, когда вы качаете бак, кран, через который вы сливали воду, он должен остаться открытым. Репродимент легкий он. Да. Бак, вот, он пустой. Если бы в нём было воды, воды много, то вот в процессе накачки сначала эта вода, она бы ушла через кран. Так и дело. Кстати, вот, прошлый раз у меня давление я упустил в баке, оно пропало. спустился вниз, а он битком, я поднять не могу. Я, соответственно, воду слил, а там воды полно. То есть я её компрессором выгонял, кран открыл. Именно, да. То есть мы накачиваем в том числе и ради этого. Вот у Лёши обслужен бак, в принципе, более-менее. Ну, мы предполагаем ситуацию, что вот вы пришли и он полный, да? Да. В этом случае через открытый кан в ванной, в кухне, где-нибудь у вас сначала будет выходить вода. Когда она вся выйдет, уже начнётся поднятие давления воздуха в баке. И вот, когда мы его подняли до единички, в принципе, можно приступать дальше к исследованиям. Исследование будет заключаться в том, что нам надо узнать пределы давления. Точнее, даже нам надо узнать, на каком давлении реле включается. Сейчас вот Лёша пойдёт включать насос. Я тоже рекомендую включать его тоже с открытым краном, чтобы и остатки воздуха сразу через него вышли. И когда напор успокоится, можно тогда кран закрыть и следить вот за давлением. И лучше, наверное, если полезу я сейчас включать, а ты проследишь с камерой вместе. Так, кран пока оставишь, Кран пока тоже. 12-й. 12-й. Включаем. Давай. Сейчас, по идее, стрелочка. Ага, пошла. Вот. Стрелочка пошла. Я пойду сейчас выключу воду, а вы следите, когда щелкнет. В ванной там. Как это включено? Так как кран открыт, насос достаточно медленно поднимает. Да ещё и бак заполняет вот этот 80-литровый. Там литров 40 сейчас туда зайдёт. Поэтому не так не быстро она. Сейчас дима кран закроет, она сейчас в бак заполнит. будет уже пошустрее идти. Всё, короняя закрыл. Теперь мы ждём, пока наполнится бак и система придёт в равновесии. я полагаю, что около трёх атмосфер, да? Ну, я чуть подкручивал его, как раз когда обслуживал. Сейчас заодно и посмотрим, что ты там накручиваешь. Ну, всё равно. да? Выключилось? Да. Вот. Сколько там? Ну, да нет, три. А, три, да? Хорошо. И вот теперь ещё одна важная деталь. Я снова выключаю насос 12-й. Снова открываем кран. Снова иду открывать кран. И нужно теперь проследить за моментом, когда реле щёлкнет. Слушай, а если насос ты выключил, как оно щёлкнет? Оно щёлкнет. реле это просто исполнительный орган. Оно щёлкает в любом случае. Понял. Выключено, включено, неважно. Засекаем, да, момент щелчка. Сейчас откроем воду везде. Вода будет стравливаться. Может, Дима сейчас даже пару кранов откроет сразу, чтобы она была быстрее сливалась. Я открыл, процесс будет не очень быстрый. Можно пресс-парк она не догадался. Я думаю, мы дождёмся. К двойке пошла? Ага. Да, к двойке. Ну вот, где-то вот, чуть ниже двойки, мы ожидаем щелчок. На стандартно настроенных реле заводских обычно это 1,4, 1,8, где-то там. И вот, нам надо эту цифру как раз выцепить, вычленить, узнать. Дети как бы единственное, чем не выключают крану. никого нету, вода течёт, давление 2, я думаю, сейчас уже скоро что-то должно произойти. А в стандарте сколько, ты говоришь, она? 1,4 обычно, но разные реле. У алтековских по-моему, другие немножко настройки. У тебя это RDM-5 и муж 100 лет в обеду. Ну думаю, 1,4, скорее всего. Что, пойти ещё один крашеный? Ну да, или унитаз смой. Ага, вот унитаз смыли. Сразу стрелочка чуть бодрее дернулась. Ну вот эти вот как раз запасы журчит, да, через канализационную трубу. Журчит запасик воды, который в баке находится. Ну, открил два крана. Ну да, заручал. Что, пока не было движений? Ну да, к сожалению, приходится нам ждать. вместе с вами. а потом нет удобных органов управления водой поблизости. Да, если бы было и лето, ещё мы бы открыли на улице, на чё-нибудь какой-нибудь там шланг там. Шланги. Вот, щёлкнул. Вот сколько там? Ну, а я бы сказал 1,6, наверное. 1,6, да? Не самый удачный манометр, он на 10 атмосфер. На воду, конечно, лучше, чтобы стоял на 6 атмосфер. идеально 4. Шкала удобнее. Да, там шкала удобнее, всё видно. Вот. Ну, так, давай я теперь слезаю обратно. Кроме закрывать не будем, насос включать? Ага. Вот, мы обнаружили давление, на котором реле включает насос. 1,6 атмосферы. И желательно теперь давление в баке ещё немножко приподнять. Потому что, в идеале, давление в баке должно быть на пару десятых ниже, чем давление включения реле. То есть, умножь на 0,8, да? на 0,8 или на 0,9, ну, нам 0,8 будет более, правильно? Корректно? То есть, если у нас в баке 1,6, умножая на 0,8, будет 6,8, 48, где-то 1,3. Поэтому, я вот сейчас бак опустошится, и мы догоним давление до значения 1,3. Да, практически 0,0. Ну, в общем-то, можно включать. Да. 1,4, 1,3, 2,3, 4,3, 2,3, 3,3, 4,3, 5,4, Я качал, даже ножным, машинным станом неудобно 1.2 уже набрали Сейчас еще немножечко и выключим И вот тут сразу по ходу дела можно задать еще один вопрос А что произойдет, если в баке давление высокое? Например, два очка, да, мы накачали в бак две атмосферы А на руле у нас давление включения насоса 1.4 Произойдет следующее Сначала опустеет бак То есть сначала он из себя выдавит всю воду практически до капли И потом, когда давление уже лавинообразно начнет падать вниз Включится насос То есть будет через пук-пук Будет воздух, шипение, какой-то бры-бры в трубе И так будет постоянно То есть в баке давление должно быть ниже, чем Ниже нижнего давления включения Что, может, по пунктам проговорим еще? Да, поговорим обязательно еще разок Основные моменты мы же засняли, наверное, да? Да, пожалуй, что да На этом обслуживание, в общем-то, бака можно считать законченным Идти включать насос, закрывать краны И, я думаю, на ближайшие полгода-год можно спокойно пользоваться водой Ну, давай я, может быть, по пунктам проговорю, ты меня поправишь или добавишь, если я что-то забуду В общем, мы увидели с вами, что реле защелкало, да? Чаще, чем обычно Либо второй вариант просто, ну, по регламенту раз в полгода надо обслужить бак, проверить Спустились вниз, проверили либо спичкой, либо отверткой, есть ли воздух Воздух есть, все хорошо, бак живой К баку подсоединили автомобильный манометр, какой-нибудь манометр и компрессор Уже полетел? Да А просто выключение насоса и слив воды не сказал? Значит, предварительно выключили, соответственно, насос Слили воду, открыли краны Так как важный момент, действительно, Дима правильно говорит Надо регулировать бак на спущенном слитой воде, чтобы он был пустой Только так можно правильно отрегулировать его давление Дальше проверяем, бак работает Смотрим в нем давление Ну, предположим, она упала там 0,5 и ниже единиц Дальше мы с вами знаем, уже знаем либо, если не знаем, то замеряем давление От включения Отключения насоса В данном случае у нас получилось где-то 1,4 и 3 1,4 давление включения и 3 давление отключения И, согласно известной формуле, нам нужно поставить давление в баке на 0,2 ниже, чем А, ниже Да Ниже, чем давление в системе То есть, берем вот эту 1,4, да, и умножаем на 0,8 Получаем цифру где-то 1,3 и 1,2 Соответственно, доводим с помощью компрессора на слитом полностью баке на пустом баке Давление 1,3 и 1,2 Включаем насос, закрываем кран и у нас система готова, да? Да К обслуживанию Что еще могу уточнить? Если у вас реле уже щелкает, то вы не обнаружите на манометре ничего Это значит, что бак абсолютно потерял свой воздух, в нем только вода А давление порядка 0,5 можно найти только если вы пришли обслуживать бак Все-таки раньше, чем он сдулся Или просто заметили, что что-то насос часто включается Такое тоже, это, знаешь, плавный процесс, да? Сначала он включается как надо, потом он начинает это делать довольно часто Вы открыли кран, через там 5 секунд насос уже включился, потом он уже выключился Такой частый процесс, но еще не совсем вот такие качели Но это тоже уже не хорошо Вот Давление в баке должно поддерживаться, ну, не ниже единицы Если уж совсем, вот мы не будем там про формулы, про цифры Не ниже единицы, не ниже одной атмосферы должно быть давление в гидроаккумуляторе Но это не всегда есть, конечно, правда Потому что бывают мощные насосы В противовес которым ставят большие гидроаккумуляторы И накачивают в них давление до 2-2,5 очков Чтобы мощный насос своим потоком не прожимал сразу систему Потому что даже при нормально накачанном аккумуляторе На 1-1,5 атмосферы может случиться так, что насос сразу захлестнет реле Несмотря на то, что бак есть Поэтому в каждом частном случае надо понимать, как работает реле Мы объяснили, насколько смогли, как узнать как раз вот эти вот моменты включения-выключения Ну и всех нюансов не расскажешь Ну, по крайней мере, вот средний, статистический, классический случай Да, такой вот стандартный реле, стандартный манометр Ну, по крайней мере, мы так монтируем Для многих компаний, в основном процентов, наверное, 80-90 компаний монтируют таким образом То есть бак, реле, манометр То есть, может быть, выглядят по-другому, но эти компоненты, они плюс-минус в зоне видимости Да, я помню, нам кто-то писал, что, ребят, вы, наверное, не живете в частном доме Что оставляете настройки реле на уровне заводских Вот, ну, во-первых, да, я не живу вот в частном доме, я живу в квартире Очень надеюсь, что перееду в частный дом через некоторое время, у меня начнется возможность стройка Ну, вот, Лёша живет в частном доме У него стандартно настроенные реле, он никаких сложностей от этого не испытывает, здесь комфорта Но, да, возможно, кто-то перенастраивает реле сразу Например, чтобы давление, включение было не 1,4, а порядка двоечки Выключение порядка 3,5, то есть, чтобы в лейке душа было пободрее Ну, я никаких проблем с лейкой души вообще не замечал ни разу на заводских настройках Поэтому дело опыта и дело личных предпочтений Зато этот БД может начать песко строить, да? Да, у нас был прекрасный с тобой случай, понимаешь, мы на стекольном производстве восстанавливали скважину Там у них было такое вяленькое реле, мы его привели к стандартным, как мы считаем, настройкам, чтобы оно выключалось на трешке В итоге там сорвало арматуру с бачка унитазного Он такой уже был, немножко ржавенький И, ну, ребята, ну, какого черта? Ну, вот так Так что больше, чем надо, на самом деле-то и не надо И не надо, да Ладно, видео у нас достаточно длинное получилось Сейчас, да, сняли мы видео про вот эту вот машинерию Как сделать подкачку своими руками недорого Сняли про бак, про его настройку, обслуживание И, возможно, сейчас еще небольшое видео снимем про... Есть еще баки расширения, отопления у каждого дома Помимо синеньких бачков есть красные бачки Может быть, немного поговорим про красные бачки еще Есть баки бойлера С ними тоже не все гладко Так, все, закрываемся